МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На данный момент та информация, которую мы располагаем, она не подтверждает того, что животные болеют нового типа коронавирусом. Я сразу же хочу сказать, что у животных есть свой коронавирус. Их достаточно много типов. Если так называемый альфа-коронавирус, которым болеют собаки и кошки, который вызывает инфекционный перитонит и проблемы с пищеварением у собак и кошек, то здесь мы говорим у человека про бета-коронавирус, который совершенно другой, и он поражает легочную систему. Интересно, что специалисты британского медицинского кинологического центра Medical Detection Dogs не только не боятся за своих собак, но и пытаются научить их обнаруживать человеческий коронавирус по запаху. В свою очередь доктор Семенов подчеркивает, сейчас нет бесспорных доказательств того, что животные являются источником вируса и могут заразить человека, в том числе и пресловутые летучие мыши. Вообще только один вид летучих мышей подкова нос в Китае, в Азии, был зарегистрирован со схожим вирусом. Естественно, ни в коем случае пугаться летучих мышей нам не стоит. Сторониться летучих мышей или истреблять их ни в коем случае нельзя. Клиника, в которой практикует доктор Семенов, оказывает неотложную помощь, но просит владельцев повременить с плановыми визитами. Например, взрослое животное, которое уже не раз вакцинировали, и которое не выходит из дома, может без вреда для себя опоздать на уколы на пару-тройку недель. Но если ваш питомец совсем маленький или часто выходит на природу, лучше не медлить и перестраховаться. Потому что в Эстонии зафиксирован всплеск собачьей чумы. Ее еще называют чумой плотоядных. Здесь больше проблемы совсем маленькие щенки, которые без иммунитета. Их стоит обязательно привить. То есть вот это вот щенки, которые первые, первичная и вторичная вакцина. О важности вакцинирования напоминает и директор приюта для животных Лариса Козырева. В ее клинике готовы принимать всех, вне зависимости от группы и степени риска. Главное – соблюдать правила чрезвычайного положения. Если у вас есть какие-то плановые вакцины, не переживайте, едьте. Вакцинируйте своих животных. Это необходимо. И начнем с того, что у нас, например, вакцина на бешенство в стране. Вообще, законом вы обязаны это делать раз в два года. Поэтому вакцинироваться обязательно, выезжать с животными в клинику обязательно, соблюдая, так сказать, правила, которые установило наше чрезвычайное положение. Два плюс два. В этом кризисе Эстония в общемировом тренде. Люди, вынужденные находиться на самоизоляции, скучают, им хочется с кем-то пообщаться и о ком-то позаботиться. Поэтому нередко приходят за новым другом в приют для животных. Например, в Финляндии и даже в далекой Австралии настоящий бум. Домашних любимцев стали брать в три раза чаще. Вот школьный учитель Крис забирает домой кота Фреда. А житель Сиднея Джейсон взял для дочки кролика. Чаще за питомцами стали приходить и к Ларисе. Берут кошку, берут собаку. В принципе, это отлично. И сюда приходят не какие-то такие странные люди, а люди, которые, что удивительно, осмысленно приходят сюда и хотят именно выбрать себе друга. У людей появилось еще много свободного времени. Берете свое животное, идете с ним и гуляете. Там, где безлюдно. За собакой обязательно убирать, собаку обязательно на поводок. Это непременно. Причем гулять на природе можно не только с собакой. И приучить к выходам на пленэр на шлейке можно и кошку. Сейчас для этого лучшее время. Евгений Завадский, Полина Леновицкая. Специально для ЭТВ+. У нас. У нас. У нас. Субтитры сделал DimaTorzok